Первый способ мы рассматривали, это метод подстановки решения системы. Выражаем одну букву из одного уравнения, подставляем другую и дальше троллевали. А есть еще второй способ, метод сложения. Вот здесь как раз этот метод можно применить. Давай сначала посмотрим на уравнение. Мы видим, что вот здесь буквы очень, выражения не просто разные, а похожи. Вот, например, вот это выражение и это, они отличаются ровно в два раза. То есть, если, например, вот сейчас это умножим на 2, будет ровно это. То есть, метод сложения, да, метод сложения. Я напишу метод сложения. Он заключается в чем? То есть, мы сейчас домножим какое-то уравнение на число и потом постараемся эти уравнения сложить. При сложении, да, то есть, мы сначала домножить должны. Домножить. И потом сложить уравнение, да. Сложить уравнение, сложить уравнение так, чтобы буква исчезла. Таким образом, чтобы исчезла одна буква. Исчезла одна буква. Домножать не всегда нужно, да. Например, если бы у меня было тут 2х и тут 2х, то я бы сразу складывал. Домножил на минус 1, да. То есть, если видим противоположное, можно сразу складывать. А если нет, но они отличаются в какое-то число, то можно это сделать. Например, вот здесь я сейчас домножу на минус 2. На минус 2. Домножу. У меня получается вот так. Минус 4х, да. Минус 2 делить на у минус 1 и равно минус 6. Видно, да? И здесь то же самое. А здесь я ничего не делаю, просто перевязываю. Вот наша система. Теперь я могу сложить оба уровня. Я складываю вот так. Как будто бы я 2 числа складываю, да. Видно, что это с этим сложится, 0 будет, уходит. А вот эти, если я складывать сейчас буду, видим, знаменатели, кстати, у них одинаковые. То есть, плюс 3 и минус 2 будет, да, в числителе. Плюс 3 и минус 2. Но я пока так чуть подробнее. Плюс 3, минус 2. А знаменатель у них, в принципе, один. То есть, могу сразу сказать. Минус 6 плюс 7 – это 1. То есть, у нас получилось здесь 1 делить на у минус 1 равно 1, да. Ну, отсюда видим, что у минус 1, ну, можно так рассуждать. Что поделить? 1 делим сюда и получаем 1. Значит, тут тоже должно быть 1, да. Либо рассуждаем по пропорции. Можно пропорции рассуждать. Мы единицу представим как 1 первая, 1 первая. И крест-накрест перемножим. у минус 1 умножить на 1 равно 1 умножить на 1, да. Это если тут в виде дроби представить. Равно 1, так. Ну, отсюда у равно 1 плюс 1, то есть у равен 2. То есть, мы нашли первую букву. Первую букву. То есть, домножили, сложили, да. Нашли одну букву. Теперь надо найти вторую букву. Вторую букву. Вторую букву мы найдем, подставив одно из уравнений. Допустим, в исходное я подставлю первое. То есть, 2 делить на х плюс 1 делить на 2 минус 1 равняется 3. Вот это единица у нас получается. 2 делить на х равняется... Ну, вот так. Чуть подробнее сделаем. Плюс это у нас 1 на 1, 1 равно 3. Так. Равно 3. Совсем немножко вот это нам осталось. То есть, 2 на х равняется 3 минус 1. 2 на х равняется 2. Да, я опять могу по пропорции рассуждать. То есть, я говорю, 2 первых. Да, и перемножаю крест на крест. То есть, х умножить на 2, 2х. То есть, 2 умножить на 1, тоже 2. Отсюда. Х равен 2 делить на 2. И говорим, что х равен 1. Это второй ответ. То есть, решение системы это два значения х и у. Мы можем написать ответ. А, значит, каким способом могу написать? Ну, самый простой. Вот так. Х 1, у 2. То есть, явным способом. Либо я могу... Или... Или... Второй способ. Записать ответ. Ответ. Пишем в скобочках. 1, 2. То есть, пара чисел. Первое это х. А второе это ик. Но если были буквы какие-нибудь т, п, конечно, вот не прокатило. Это когда икс, иклик. Это стандартная запись. Или вот в явном виде можно так. 1 и 2. Это метод у нас сложения. Сложение мы использовали. 2 икс. 2 икс. 3 икс. Продолжение следует...